Друзья, приветствую всех! Мы начинаем выпуск с хороших новостей. Крайний турнир UFC Fight Night. Волков и Верим, очень круто я закрылся. В своем телеграм-канале я опубликовал три бесплатные скриншота ставок. Сейчас они у вас появятся здесь на экране. В общем, все эти три ставочки зашли. Причем там были ставки с хорошими, высокими коэффициентами. В общем, вклеить, чтобы не пропускать бесплатные скриншоты моих ставок. Обязательно подписывайтесь по ссылке в описании на мой телеграм-канал. Но в сегодняшнем выпуске мы разберем поединок, который пройдет в полулегкой весовой категории. Рикки Саймон встретится с Брайаном Келлахером. В общем, как всегда, мы пробежимся по спортсменам, поговорим о их карьерах. Ну и, конечно же, попробуем подыскать вариант для ставок. Погнали к разбору! Как боец смешанного стиля, Рикки Саймон дебютировал в 2014 году. В общем, скитался он по второсортным организациям. Был, точнее, получил путевку на претендентскую серию Данна Уайт. Там смог победить, но не впечатлил самый сильный промоушен и тем самым не получил долгожданный контракт. В общем, выступил он в организации Legacy Fighting, где, в принципе, показал высокие результаты. Именно добрался до чемпионского пояса, смог его забрать и провел одну уверенную защиту. В общем-то, заметили, конечно, после таких достижений его UFC и подписали к себе. Поначалу дела у него складывались просто сумасшедшим образом. Переезжал он абсолютно всех своих оппонентов и встретился он с Юраем Феймером, от которого улетел в нокаут. После чего был крутой поединок против Роба Фонта, но, к сожалению, для Саймона, да, по решению судей он проиграл. В общем, сейчас идет на серии из двух побед подряд. Смог он реабилитироваться и выйти на победную тропу, соответственно. В общем, что касается его бойцовских качеств, здесь стоит подчеркнуть, что Саймон является полностью укомплектованным, сбалансированным бойцом. Его, конечно же, база, в первую очередь, это борьба, это джиу-джитсу. Кстати, у него сильный пояс в этой дисциплине. Что касается стойки, видно, что он поднабрал с момента того, как он дебютировал в UFC, да, и сейчас. Поэтому я его назвал как раз-таки полностью сбалансированным бойцом. Да, что касается его кардио, то никаких проблем в этом аспекте нет. И ключевой момент, за счет которого он побеждает всех своих соперников, если же, конечно, не падает нокаут. Это его сумасшедшее давление, это его сумасшедший борцовский бэкграунд. И, конечно же, в первую очередь, его сильная сторона – это борьба. Но в ударке он очень сильно спрогрессировал. И тем самым колоссальное давление оказывает на своих соперников абсолютно во всех аспектах. Келлахер, как боец смешанного стиля, дебютировал в 2011 году. В общем-то, за это время, до того момента, как он попал в UFC, смог он побиться во многих второсортных лигах. Даже в таких лигах, как Беллатур, он провел поединок, да, но, к сожалению, для него он там уступил. В общем, забрал чемпионский пояс в одном из региональных промоушенов Ring of Combat. И уже, соответственно, UFC его заметили и подписали в самый сильный промоушен мира. На начальной этапе своей карьеры в UFC он проигрывал Марлону Вере, после чего вышел на хороший победный стрик. Кстати, что касается его карьеры, конкретно за 2020 год, ребят, он подрался четыре раза. То есть, с периодичностью там в среднем около двух месяцев, учитывая то, что у нас, помните, был простой из-за неблагоприятных условий для создания турниров, связанных с болезнью. Что касается, кстати, вот этих четырех боев, то да, он там три поединка выиграл, но там бойцы были такого среднего калибра. И как только ему дали оппонента в лице Коди Стэмона, бойца, который входит в топ-15, естественно, было там поражение от Коди. В общем, что касается бойцовских качеств Келлахера, можно также сказать, что он сбалансированный боец. Он готов работать в стойке, готов побороться. Не самый высокий процент у него удачно реализованных тейкдаунов, но борьбу навязать может и имеет неплохой контроль в партере. Но все будет зависеть от того, какого уровня борец выходит против него. Что касается его стойки, то есть у него сумасшедшая огневая мощь. На примере Хантера Азур, да, мы видели, что, в принципе, первый раунд Келлахер отдал, но во втором раунде он нокаутировал своего соперника. И вот здесь нужно быть Саймону максимально, предельно, да, внимательным, потому что пушки у Келлахера действительно серьезные. Что касается его кардио, то здесь также есть небольшие проблемы. Ближе к третьему раунду при интенсивной работе он начинает подседать. Ну что ж, ребят, переходим к прогнозу на этот поединок. И букмекерские конторы дают нам следующие коэффициенты. Саймон идет фаворитом за 1,45, в то время как Келлахер идет с коэффициентом, там, 2,80 примерно. Что касается моего мнения, то, естественно, с букмекерскими конторами я соглашусь. Я действительно считаю, что Саймон это боец, который до конца еще не реализовал себя. Видно, что он усовершенствуется, да, он развивает свои навыки, постоянно прогрессирует. Что касается его стойки, кстати, в частности, да, то она становится от боя к бою только лучше. Мы это видели на примере против поединка, точнее, в поединке против Реа Борга. Что касается его борьбы, я думаю, что она будет намного мощнее, чем у Келлахера. И, в принципе, Саймон должен быть фаворитом и в борьбе, и в стойке. В общем, здесь, как я уже говорил, Саймону нужно быть предельно максимально внимательным, чтобы не пропустить ту самую пушку, которая есть у Келлахера. Ну а так, я думаю, что по всем показателям и во всех аспектах он будет выигрывать своего соперника. В общем-то, ребят, мой выбор – это победа Рики Саймона. Естественно, вы можете со мной не согласиться, друзья, поэтому погнали в комментариях. Давайте обсудим этот поединок именно там. Я же вынужден с вами попрощаться. Я лишь напомню, чтобы вы не забывали подписываться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, потому что на этот турнир я планирую публиковать три бесплатные ставки. Также подписывайтесь на мой ютуб-канал. В общем, всем пока и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok